В ближайшие дни большая группа севастопольских ветеранов, представителей общественных организаций, отправится в Волгоград, где будет праздноваться юбилей Сталинградской битвы. Практически будут добираться и своим транспортом, и общественным, но будет организован еще и поезд для ветеранов. Сегодня у нас в студии председатель общественной организации «Дети войны Севастополя» Анна Федоровна Цисарь и представитель мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Тесленко. Дмитрий, вы являетесь представителем инициативной группы. Как родилась идея собрать поезд для поездки из Севастополя в Волгоград? В первую очередь это дата 70 лет победы под Сталинградом, когда 100-тысячная армия Паулюса во главе с фельдмаршалом сдалась в плен после бесполезных попыток покорить этот город. И так как мы стараемся, чтобы нынешнее поколение знали историю, родилась идея сделать акцент именно на приурочив это мероприятие, вайк-шоу, которое является социально значимым, к тому, что у нас есть схожие черты у наших городов, Севастополя и Сталинграда. Оба города выдержали осаду и после военного времени были восстановлены с нуля. Поэтому у нашего молодежной организации «Ночные волки» некоммерческой родилась идея провести 18-е байк-шоу в Сталинграде, но пролог будет в Севастополе. Вот данный поезд, о котором вы спросили, поезд дружбы, будет сформирован ориентировочно с Таргуа 21 августа. И поедут люди, которым не безразлична судьба наших славянских народов, российско-украинского, братских, которых сейчас политики разделили границами. Как вы формировали экипаж поеда? Списки будут рассмотрены совместно с Советом ветеранов, с Организацией Дети войны, всех общественных организаций патриотических. И поедут самые достойные, которые либо принимали участие в военных действиях, либо участвовали в восстановлении городов. Анна Федоровна, как вы получили приглашение и как реагировала ваша общественная организация? Вы знаете, мы когда получили приглашение от регионального отделения байклуба в Севастополе, то, конечно, я вам хочу сказать, радости наших ветеранов Детей войны не было просто предела. Потому что даже я не подозревала, что многие, многие родились в Сталинграде. И потом, после освобождения Севастополя, приехали их родители на восстановление. Они всю жизнь прожили в Севастополе, но вы понимаете, все равно родина малая, она есть, она всегда зовет. Очень у многих, просто огромное количество людей, у которых отцы погибли под Сталинградом, воевали под Сталинградом, прошли эти страшные тяжкие бои. И, конечно, все обрадовались и все хотят поехать. Почему еще? Потому что, вы поймите, это люди уже такого возраста, что, возможно, у них это не только последняя поездка на малую родину, или, допустим, на поклоннице могиле своего отца, но это еще вообще в их жизни может быть большая поездка, последняя. Потому что вы понимаете, что возраст есть возраст. И, конечно, все обрадовались, все хотят поехать. Мы сейчас сформировали списки, мы сейчас оформляем колонну, мы хотим, чтобы мы были представлены достойно. Тем более, что 22 августа в день флага России. И мы, в общем-то, решили, что наша колонна должна отличаться, что мы из города Героя Севастополя. И мы постараемся сделать все, чтобы мы выглядели достойно. Дмитрий, организационные вопросы решаются. За чей счет будут ли ветераны оплачивать этот праздничный проезд? Полностью за счет приглашающей стороны при содействии мотоклуба. Кроме того, я сделаю акцент на том, что в рамках вот этого мероприятия, байк-шоу в Сталинграде с прологом в Севастополе, будет подписано соглашение о побратимстве городов-героев. В чем родство городов-героев? Ну, то, что осада была, понятно. То, что восстанавливались с нуля, понятно. Анна Федоровна, где вы проводите параллель между городами? Параллель между городами? Вы знаете, мне кажется, любой здравомыслящий, нормальный человек, славянин, патриот, он четко понимает, какая параллель. Город-герой Севастополь и город-герой Сталинград. Это города русской славы. Это города, вы же знаете, 300 лет Россия за Крым воевала. И когда указ Екатерины вышел здесь быть городу, крепости, то до сих пор, до сегодняшнего дня, 9 мая, мы можем наблюдать вот от таких маленьких детей до наших ветеранов, которых осталось буквально единицы, которых уже, вы видели, на 9 мая везут на колясочки. Каждый чувствует родство. И мы сейчас в Сталинград едем вот с тем же чувством патриотизма, с тем же чувством родства. Мы же славяне, понимаете, разделение это искусственно. А мы все равно, мы корни одного дерева. И этого не разорвать никогда. Ворота. Сталинград был воротой к Уралу, к Волгу, через Волгу немцы рвались. Кроме того, танковый завод в Сталинграде. Севастополь ворота Крыма. Так еще десант высаживает. Вот вы знаете, как с нами, извините, едет, значит, орденоносец трех орденов Великой Отечественной войны. Первой степени Елисея Василий Федорович едет с нами. Он первый орден Великой Отечественной войны получил под Сталинградом. Второй под Севастополем и третий под Берлином. Представляете, как можно это разделить? Нет. Дмитрий, организационные моменты. Поезд это достаточно уникальная структура. Его нужно где-то размещать. Нужно для него найти окно в напряженном графике движения железнодорожных шталов. Значит, зеленый свет, будем так говорить, получен со стороны российской железнодороги и Укрзалезницы. В ближайшие дни мы здесь проведем необходимые подготовительные мероприятия, чтобы будет провожать нас и ехать с нами ансамбль Черноморского флота. Соответственно, там будет встречать военный оркестр на платформе. В ходе исследования уже по приближению к Волгограду будет прицеплен паровоз времен Великой Отечественной войны. То есть, вся атрибутика. Я обращусь через инициаторов, кто нас поддерживает, чтобы максимально помощь была ветеранам. Будут старшие в вагонах из числа мотоклуба, из числа афганцев. Медицинская помощь. Все будет как на высшем уровне. Принимающая сторона где будет размещать ветеранат? В пансионатах за счет администрации. Будут автобусы. Все как необходимо. Питание. Мы обеспечили себе. С нами едет подполковник медицинской службы. Меркулов Алексей Борисович. С нами едет средство массовой информации. С нами едет юрист. Старшие вагоны определены. И с нами едут два ансамбля. Ансамбль «Алые паруса». И с нами едет ансамбль ветеранов, офицеров, отставников нашего Черноморского флота. Морская гвардия. Морская душа. Морская гвардия. А это значит еще один ансамбль «Алые паруса». Да, морская гвардия. Они раньше назывались морская душа. Совет ветеранов Севастополя активно подключился. Тоже формируют списки. От них серьезная будет уже делегация с памятными подарками, которые будут везти ветеранам тамошним. Надо полагать, что это очень ответственное мероприятие, которое будет проходить в Волгограде. Но далеко не все ветераны или желающие поучаствовать смогут туда поехать. Будет ли какой-то фильм, будет ли какая-то видеоинформация привезена потом в Севастополь из Волгограда? Да, мы тоже над этим вопросом работаем. Поедет десяток операторов, которые с разных точек будут снимать, потому что к акции будет серьезное внимание и средства массовой информации российской и украинской будут это освещать. Соответственно, в вашей программе будет в первую очередь материалы отснятые и предоставлено. Где в ходе праздничных мероприятий будет располагаться севастопольская делегация? Пока по задумкам будет поезд в специальном отведенном месте стоять, где будет организовано питание. Что называется, там все необходимые бытовые условия созданы для личного состава поезда. Ну и там они находиться будут буквально день полный световой. То есть прибытие, ночевка и байк-шоу. Анна Федоровна, еще несколько слов о членах вашей команды из тех, кто поедет в Волгоград. Значит, мы, во-первых, составили списки людей, которые по состоянию здоровья могут ехать, потому что это очень важно. Вот. Назначены старшие вагона. Вот. Мой заместитель, допустим, старшего вагона, он ветеран локальных войн Березин Геннадий Петрович. В другом вагоне будет у нас Женечка Гуман ехать. Она работник администрации нашей. Вот по поводу, я хотела бы обратиться к руководству города, чтобы нам, мы же общественная неприбыльная организация, чтобы нам выделили какие-то средства и закупили нам, допустим, аптечку организовать. Вот все необходимые лекарственные препараты, там, тонометр, все, чтобы нам, вплоть до того, что тонометр с возвратом, но чтобы у нас это было с собой, понимаете, в поезде. Вот. Ну, то есть, какие-то вот такие необходимые атрибуты, которые просто нужны в дороге. Это же безопасность. Ну, как минимум, надо медсестру пригласить с собой. Ну, здесь мы, я тоже, у нас есть медработники, да. И будут люди с образованием необходимым, которые могут, и будут у нас все телефоны станций, где различные службы помощи, если, ну, не дай бог, штанчику плохо, то есть ему окажут помощь профессионалы. Я думаю, мы соберемся, извините, и организован будет штаб поезда. Наверное, пару купе выделят, и мы будем созваниваться, будем все это организационно работать, как положено. Дмитрий, дата возвращения. 23-го кульминация, соответственно, это сейчас, как нас поставят в график движения поездов? То есть, я думаю, что 25-го уже будет Севастополь встречать. Надеюсь, что мы получим информацию и сможем ее показать нашим телезрителям. Благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое.